Его еще не построили, а резидентов уже 19. В Белорусско-Китайском индустриальном парке Великий Камень одни из лучших условий для ведения бизнеса. Налоговые и таможенные льготы, это нововведение, работает всего несколько месяцев. Но эффект очевиден. Строить свой бизнес в Беларуси пришли крупнейшие игроки Австрии и США. Еще один новый проект литовский. На заводе будут производить экологически чистую упаковку. По морю, в суше, в воздуху и в воде вскоре разъедутся и искусственные сапфиры белорусско-российского производства. Это только существующие контракты. В целом, в Великий Камень может прийти инвестор с любой пропиской капитала. Есть у нас в разработке несколько компаний, тоже зарубежных, европейских именно компаний. В том числе из Германии, Швейцарии, Италии. И вот таких вот предприятий, их общий финансовый в настоящее время вложение составило около 300 миллионов долларов. Инвестиции не просто золотая жила для каждой экономики. Именно сейчас, отмечают эксперты, это ее настоящий локомотив. Мир приходит в себя после кризиса. Стагнацию сменяет оживление торговли и производства. А выигрыши окажутся страны с выгодным географическим положением. Именно поэтому Беларусь сегодня привлекательна для бизнесменов всего мира. И как участник Евразийского экономического союза, а это 180 миллионов населения, свободное перемещение товаров, услуг и капитала. И как соседка единого рынка Европейского союза. Именно поэтому финансовые эксперты из 30 стран мира в эти дни в Беларуси. Кто-то прямо здесь заключает многомиллионные контракты. Кто-то, что называется, только прощупывает почву для денежных вливаний. Сейчас подходящее время для сотрудничества с Беларусью. Мы видим огромный потенциал. Поэтому мы работаем над финансовой сферой, лесной и строительной. Также мы вкладываем средства в энергию, в проекты по альтернативным источникам энергии. Таким, например, как солнечная. К слову, именно зеленая экономика – тренд мировых инвестиций. В Беларуси львиная доля вложений от зарубежных компаний также идет на технологии, сберегающие экологию. Мы затеяли большую игру, большой проект. Поэтому о прибыли пока говорить рано. Дивиденды получим через пять лет. Но мы занимаемся очень перспективным направлением – водоочисткой. В топе проектов также производство продуктов и оборудования, и, конечно же, IT-сфера. Всего же только за прошлый год зарубежные инвестиции составили чуть более 8,5 миллиардов долларов. При этом главным нашим инвестором уже многие годы остается традиционный партнер – Россия. На нее приходится чуть более половины всех вложений. Пятую часть инвестируют Великобритания, десятую – Нидерланды. И география с каждым годом расширяется. В Беларуси наша компания работает более 20 лет. Нам удалось успешно реализовать два проекта. Одно из предприятий находится в Орше. Там работает около 100 человек. Мы специализируемся на соединительных элементах и трубах для систем центрального отопления. В целом это выгодно и вам, и нам. Привлекательность условий для бизнеса в Беларуси в последнее время эксперты отмечают. На всем мировом пространстве. В этом году страна в авторитетном рейтинге «Дуин бизнес» заняла 37 место среди 190 государств, улучшив свою позицию на 7 пунктов. Это стало возможным благодаря либерализации законодательства. Причем этот процесс не останавливается. Пакет документов, который в том числе и для иностранных партнеров упростит ведение бизнеса в Беларуси, подпишут в ближайшее время. Две задачи кардинальные. Не будем скрывать, фундаментальная задача – самозанятость населения. Это первая повестка. Это раскрепощение, снижение стоимости входа в любой бизнес. Максимальное снижение последующего администрирования. И второе – это все, что связано с новой повесткой. Это по большому счету вопрос цифровизации экономики. А цифры уже сейчас говорят. Инвестиционный климат за последние 4 года значительно улучшился. Количество компаний с иностранным капиталом увеличилось практически на 40%. А они, в свою очередь, обеспечивают около четверти общего объема экспортной выручки нашей страны. Влада Корницкая и Александр Автухов. Наши новости ОНТ.